Всем доброго времени суток. На последний эпизод 93-го года я оставил, так сказать, самый смак. Китайскую нелицензионную трешатину собственного пошива. Да, в те времена они не только кривые порты делали, но и что-то самостоятельное. Хотя бы частично. Начнем со Street Fighter 4. Да, он, оказывается, вышел на 15 лет раньше, чем мы думали. Ну, что тут сказать. Очередное китайское дерьмо. Всего лишь с пятью персонажами и кучей их двойников. Среди них даже есть Рю и Гайл, да. Причем последнего зовут Рэмбу или Сталонг. По геймплею это, конечно, жесть, но играть в целом-то можно. Спешл вроде Fireball есть, только выполняется крайне неплохо. Особо больше добавить-то и нечего. Трешатинка. Вспоминая старину Street Fighter, нельзя не вспомнить китайский порт первой части под названием Fighting Hero. Я о нем упоминал в пятом выпуске Альманаха. Почему я о нем вспоминаю сейчас? Да потому что к нему вышел триквел. Даже несмотря на то, что не было сиквела. И несмотря на то, что эта игра типичный китайский шлак, ее же все же есть за что похвалить. Во-первых, нет кучи клонов. Да, это уже можно отнести к плюсам, когда речь заходит о китайских подделках. Во-вторых, графически игра выглядит довольно неплохо. Особенно портреты персонажей. Но, к сожалению, как это обычно бывает, играется она... Не очень. Управление в игре довольно амбициозно. У нас есть различные варианты ударов, в зависимости от того, с каким направлением вы нажимаете этот удар. И спешлы в игре есть, и даже выполняются они где-то в 70-80% случаев. Но в целом, само управление топорное. А скорость игры скачет. Насколько я понял, все из-за кривой анимации. Некоторые действия из-за нехватки кадров выполняются быстрее, чем должны. Особенно это заметно на прыжках. Отсюда еще и сложность игры увеличивается. Прибавьте к этому наикривейшие хитбоксы и получите типичный китайский файт. Амбициозный, но не менее дерьмовый. Кстати, об амбициозности. Есть еще Street Heroes. Еще один китайский продукт с имперскими замашками. Тут в первую очередь выделяется, конечно, графика. Спрайты игры крупные и хорошо детализированные. Оттого мерцают, как новогодние елки. Мы же про Femicom говорим. К тому же у игры неплохая идея по скрещиванию разных эпох. Ну там викинг, рыцарь, нинджа есть все дела. Но опять все портит управление и геймплей. Персонажи вроде отзываются на нажатие кнопок, но с очень большой неохотой. Играть в целом можно, но со скрипом. Ну и напоследок игра с PC Engine со звонким названием Strip Fighter 2. И япона, вошь какое же это отборное дерьмо. Управление всрато до нельзя и отзывается не то, что через раз. Через 10 раз, дай бог. Бывает даже так, что в определенных условиях пропадают команды. Например, в одном из боев моя деваха наотрез отказывалась бить в прыжке. Хотя до этого все было нормально. Или, например, игра ступорится по нажатию вниз по диагонали. Ваш персонаж просто встанет столбом. Сама игра даже не знает, что с ней происходит местами. Например, что здесь произошло? Противник убился об огонь, которым меня же и обжег? Внешне игра едва ли похожа на 16-битку. Это выдает лишь цветовая палитра. Анимация убогая и иногда вообще не имеет смысла. Вот что она там с ней сейчас делает? Ну и Strip Fighter не был бы Strip Fighterом, если после боя вам бы не показывали бы фотки голозадых девах в крайне низком разрешении. Ну а на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям, заходите на сервер Discord, если есть возможность и желание, поддержите проект, ссылки в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч уже в следующем, 94-м году.